Сегодня к нам присоединился еще один наш настоящий брат. Он является автором книги «Свяжитесь с практикующим шаманом», в частности, «Свяжитесь с самим снежным человеком». Он написал три книги, посвященные посланию снежного человека человечеству. Лично я ни разу их не читал. Мне бы очень хотелось, чтобы я это сделал. Аарон прочел первые две книги. Аарон, не хотите ли вы рассказать им об этих книгах? Каков ваш опыт работы с ними? Они просто невероятны. Они просто великолепны. Так вот, это чоннилинговый материал, полученный от старейшины снежного человека. И это просто все об истории планеты, человеческой расы, расы снежных людей, всех этих разных рас, таких как люди-муравьи, и просто любая раса, о которой вы можете подумать. И это точно так же похоже на галактическую историю, галактическую информацию и информацию о человечестве, а также на то, что привело нас к этому моменту и куда мы движемся. И это просто невероятно. Честно говоря, это один из самых исчерпывающих материалов, которые я когда-либо читал. И это просто сногсшибательно. Я прочитал там три книги, первые две из которых я прочел, и они просто невероятны. И я только что приступил к третьей книге прямо здесь. Так что мне действительно не терпится дочитать эту книгу до конца. Даже энергия, исходящая от обложки, прекрасна. Я ознакомился с вашими интервью и очень хорошо знаком с тем, чем вы поделились в этом интервью. Так что мне не терпится погрузиться в суть дела, и мы собираемся провести это интервью немного задом наперед. Вместо того, чтобы просить вас рассказать всю историю целиком, мы просто приступим к делу и рассмотрим некоторые из посланий, которые снежный человек несет для нас. И знаете ли некоторые текущие вещи, о которых все хотят знать, и другие вопросы, которые у меня есть по поводу того, что произошло до сих пор? Как проходил процесс генетических экспериментов, и почему они начали с рыб, чтобы ответить на рептилии, птиц, людей, а затем снежного человека. Я думаю, что это очень увлекательно, и для совета звездных старейшин тоже. Но прежде чем мы перейдем ко всему этому, добро пожаловать на шоу. Мы очень рады видеть вас здесь. Спасибо вам за то, что пригласили меня. Я был удивлен, когда в последний раз смотрел ваше шоу. Я видел ваше шоу в первый раз, на самом деле, наверное, в последний раз, когда слышал, как Аарон рассказывал о моих книгах. И вот я поделился вашим быстрым подкастом на своем веб-сайте. О, это просто здорово. А какой именно эпизод это был? Мы провели первый круглый стол в рамках конференции. Хорошо, хорошо. Итак, в своих интервью и книгах вы упоминали о том, что снежный человек — это такой же гибрид, как и мы. И к тому же было проведено множество генетических экспериментов, направленных на создание даже всех тех рас, которых я только что упомянул. Не могли бы вы объяснить, как это работает, как мы сюда попали, и как это выглядит в будущем? Да, существуют снежные люди, которые были протестированы в рамках проекта «Геном снежного человека». Пятилетнего исследования во многих независимых лабораториях — 111 образцов ДНК снежного человека. Это показывает, что они несут митохондриальную ДНК человеческих матерей. Но они также несут в своей ядерной ДНК некоторые совершенно неизвестные гены неизвестного неклассифицированного вида. Таким образом, это само по себе показывает, что они представляют собой гибрид, смесь человека и чего-то еще, но также их гены чередуются с одиночными и сплайсинговыми генами. Только у них и у нас, людей, есть то, чего нет в природе. Так что это говорит о том, что и у них, и у нас в какой-то момент в прошлом произошли генетические изменения. Еще вы упомянули, что у нас, по сути, на 99% одна и та же ДНК. И я думаю, это объясняет, почему, когда у людей берут образец волос или что-то в этом роде, они просто возвращаются к человеческому облику, потому что люди ищут обезьян. Но на самом деле это не обезьяна. Это всего лишь еще одна, возможно, более продвинутая версия нас самих. Да, она более древняя, это уж точно. А также там, на протяжении миллионов лет, мы знаем, что мы люди, о умол сейпиенс, современные люди, скрещивались с неандертальцами и Дэниелом Сальвеном. Все мы несем в себе какую-то часть этих генов, принадлежащих разным выдающимся видам. Так что если мы возьмем пример снежного человека, то сколько видов гибридов и, конечно же, пород могло бы появиться на протяжении миллионов и миллионов лет, то это выходит за рамки наших фактических знаний. На самом деле такое происходит на всех планетах, где зарождается разумная жизнь. Вы совершенно правы. Итак, итак, почему же в ходе генетических экспериментов они начали с рыб, а затем перешли к муравьям и рептилиям? Почему же именно в таком порядке? Просто потому, что это был самый богатый, доступный генетический запас на тех этапах, можно сказать, сотворения или развития мира. Первая фаза, когда вы пребываете на планету, которую хотите заселить, заключается в том, чтобы внедрить индивидуальные души или пробудить индивидуальное сознание, которое может превратить его в различные формы жизни. И обычно на первой позиции в начале списка планет находится вода, море, даже современная наука утверждает, что мы вышли из воды, первобытного моря, которое также встречается во многих древних духовных традициях. А затем вам предстоит приступить к терраформированию суши на всей ее территории. Вы должны развиваться, и все это естественный процесс, но его можно ускорить и облегчить с помощью разумного вмешательства. Вот, к примеру, это панспермия. Ученые уже много веков придерживаются такой теории, что жизнь появилась откуда-то еще на Земле, возможно, на метеоритах, как чаще всего учат. Но если мы добавим к этому процессу интеллект, то произойдет колонизация и терраформирование, озеленение, развитие биоразнообразия и экосистем для внедрения сознательной разумной жизни, которая сможет управлять этой планетой. Так почему же они использовали людей, похожих на рыб или водных существ? Потому что это была водная среда обитания. Затем они использовали гены насекомых или муравьев, потому что тогда они были заброшены, и это лучшие колонии для развития терраформирования. Формирование больших туннелей, строительство гор и всего такого. Затем появились люди, похожие на рептилий, ящериц или змей, у которых глубже развелись экстрасенсорные способности. А затем они перешли к птицам, и это является естественным развитием форм жизни на Земле. а также к птицам или птичьим людям. И наконец, если говорить о людях млекопитающих, то первым из них был снежный человек. они похожи на более раннюю версию человека, на человечество. Да, в этом есть большой смысл. И эта информация исходит от снежного человека, с которым вы поддерживаете связь. А кто проводил генетические эксперименты? Их было очень много. Во Вселенной существует множество различных форм жизни и разумных форм жизни, и многие из них посещали эту планету еще до того, как появился человек. Так что это очень много групп людей. Иногда существует что-то вроде Советов, Конфедераций, объединяющих несколько групп и фракций. Существует также несколько группировок-изгоев. Иногда это не так. Не все люди уважают честь, точно так же, как не все люди во Вселенной работают в наилучших интересах всех. У некоторых из них есть свои собственные цели и своя собственная власть, они жаждут власти и стремятся к господству. И все мы тесно связаны со всеми этими различными биологическими видами, которые посещали Землю с самого зарождения человечества. Вы совершенно правы. Так что я думаю, что все это очень интересно для меня, поскольку я просто никогда не ожидал от них того, что снежный человек не был генетическим экспериментом. Я всегда считал, что они являются более коренными жителями этой планеты. Так что мне действительно интересно услышать, как обстоят дела на самом деле. И еще вы упомянули, что они также были частью лумурианской цивилизации и внутренней Земли. А еще вы упомянули о полой луне, в которую я бы тоже с удовольствием заглянул. Но не могли бы вы пролить некоторый свет на то, как они существовали с люмерийцами? Да, они действительно жили там. Можно сказать, что лумурия представляла собой южную половину суши. В какой-то момент там существовала Пангея, один большой континент, который раскололся надвое, а позже раскололся на несколько континентов. Таким образом, мурия фактически олицетворяет миллиарды лет истории Земли, которые также предшествовали человечеству. Именно там были собраны и рассажены наши историки Первого Просвета, а также хорошо обучены и образованы. И это можно найти во многих-многих древних традициях по всему миру. Снежный человек был частью тех древних видов животных, которые существовали для того, чтобы помочь нам зачать ребенка и получить образование. Если они обитают там, как сейчас, то очевидно, что они являются многомерными существами. У них есть все эти способности, которые люди изо всех сил пытаются развить. Телепортация, телепатия, дистанционное наблюдение, небесные шары, НЛО и так далее. Мне кажется, что они способны на все это. А разве они были бы способны на это? Или же они прямо сейчас обитают внутри планеты или просто за пределами нашего существования, в другом измерении? На самом деле и то, и другое происходит потому, что они существуют. Все мы являемся многомерными существами. Наука признает, что физическая материя составляет на 3% больше или меньше той энергии, которую мы можем воспринимать и вычислить. Таким образом, это означает, что 97% энергии, по крайней мере, не является физической, но все же она реальна. Она по-прежнему является частью структуры Вселенной. При некотором желании мы можем углубиться в изучение темной материи и материи времени в некотором роде. Но это долгая история. Но это нужно для того, чтобы объяснить, что мы живем в мультивселенной, многомерной вселенной, и мы являемся частью этого многомерного существования. Мы не ограничиваемся этим физическим телом молекулы, которая само по себе является голографической проекцией. Это всего лишь энергетическое поле. Таким образом, чем больше мы понимаем эти структуры Вселенной, тем больше мы можем развивать межпространственные знания и способности, которыми обладают звездные существа или другие древние виды, и переключаться из одного измерения в другое. И очень скоро мы осознаем, что только эта физическая материя подвержена линейным временным ограничениям. Как только мы переходим на другой уровень, именно поэтому возможна телепортация, возможны путешествия во времени. Поэтому, когда такие виды, как снежный человек, или эволюционировавшие звездные существа, обладают такими способностями и знаниями, они не попадают в ловушку, как мы сейчас, на нашем общем уровне сознания, как люди. Мы в большей степени застряли на физическом плане, потому что едва ли осознаем другие измерения или открываемся для них. Наука продвигается вперед, но наше сознание должно наверстать упущенное. Вы упомянули о Совете Звездных Старейшин. Для меня это нечто очень захватывающее. Мы слышим о всевозможных галактических советах, конфедерациях, федерациях. Неужели все это одно и то же, просто обозначается разными словами? Как бы вы описали эту группу, и как можно стать членом этого совета? Как можно стать членом этого совета? Да, существуют разные названия, которые выражают более или менее одну и ту же концепцию. А также существуют различные уровни Советов или Федерации. В качестве примера я познакомился с мастером Хопи, который был очень знающим и знаменитым человеком. И он сказал мне, что у него во дворе есть коллекция старых деталей космического корабля, и он рассказал мне, что он приземлялся за своим домом на скале пророчества на земле Хопи. Совершал четыре поездки и давал ему уроки. И к тому же он был единственным представителем человечества в этой конфедерации 12 планет. Это всего лишь один круг. Но если мы расширяемся до галактических, межгалактических или за их пределами масштабов, то существам всегда требуется все больший и больший уровень сознания, чтобы управлять не только мирами, но и галактиками и Вселенной. Так вот эти люди, с которыми я работал, связались со мной, и я увидел их корабль, спросил, кто они такие. И они ответили мне, что прибыли из многих мест, о которых я не имею ни малейшего представления и никогда не слышал. Но все они собрались вместе в этом Совете Звездных Старейшин для того, чтобы присматривать за миром и Вселенной. Так что же, они действуют как своего рода послы, или вы хотели бы быть послом от их имени? Как же это работает? И совершенно очевидно, что они здесь оказывают помощь, не так ли? Я бы предположил, что они пытаются помочь нам пережить эти трудные времена. Они определенно стараются помочь нам в этом. Так оно и есть. Мы можем сказать, что на разных уровнях эволюции существуют разные роли. И поэтому, по сути, первое условие для того, чтобы быть принятым в Совет, состоит в том, чтобы достичь первого уровня цивилизации, который представляет собой планетарную цивилизацию, живущую в идеальной окружающей среде, не разрушая ее, не истощая ресурсы, не воюя между собой. К тому же мы еще далеко не пришли к этому. Но есть люди, которые всегда продвигали эти ценности или стремились к ним, к построению мирной цивилизации. И с этими людьми иногда можно связаться или связаться, чтобы передать некоторую информацию и сообщения. Потому что на данном этапе нашей Вселенной, нашей истории, они не могут прилететь и приземлиться в Белом доме до тех пор, пока многие люди спрашивают, почему? Потому что в противном случае они будут расстреляны, иначе мы не будем готовы выслушать то, что они хотят сказать. Таким образом, они нашли людей, которые подготовлены и обучены передавать послания в этот период нашей истории, потому что они привыкли ходить среди населения. В Перу сохранилось очень много следов, которые действительно касались инопланетных мумий и действительно касались их. По всему миру было обнаружено множество сообщений о звонках инопланетян, которые всегда замалчиваются. Но у меня есть опыт работы с такого рода останками из первых и вторых рук, который показал, что определенно существует план доказательства того, что мы не одиноки и никогда не были одиноки на этой планете. Так что, возвращаясь к совету, я думаю, что это было бы похоже на мудрых старейшин с снежный человек. Так что если мы говорим о совете звездных старейшин, то состоит ли он только из снежного человека, может быть из разных видов внутри него, или это также и другие звездные бобы? Все они относятся к разным типам. Саскуаши — это одно и то же существо. А история саскуашей насчитывает так много миллионов лет. По всему миру находят окаменелые следы, похожие на человеческие, обычно размером больше человеческого, возраст которых составляет от двух до трехсот миллионов лет. Так что это все, что мы можем сделать, по крайней мере до тех пор, пока мы можем думать, что они были вокруг этой планеты, но они также были и вокруг других планет, потому что они путешествуют по звездным звездам. Так вот, когда я пару раз задавал этот вопрос, я знал, что особенно во время сеансов Чоннилинга и всего такого, корабль приходит и уходит туда или общается с нами. И я спросил, откуда вы родом? И он начал показывать мне их лица, причем очень быстро. И каждое лицо было совершенно другим. Это разные виды животных, совершенно разные. В принципе, все обстоит именно так, как мы и могли бы сделать. Для нас, людей, это бледное сравнение с Организацией Объединенных Наций. Но это же межгалактическая организация. Да, за исключением того, что у них более благие намерения, чем у Организации Объединенных Наций. Вы совершенно правы. Итак, вы упомянули, что люди когда-то входили в состав этого совета, но больше не входили. Очевидно, что с тех пор ситуация изменилась и многое изменилось. Не могли бы вы объяснить, как это произошло? Это также можно найти во многих древних учениях, в том числе и у Хопи. Я часто упоминал о народе Хопи, потому что сам это делал. Меня удочерили индейцы Хопи, и я получил множество посвящений, очень удивительное учение и магию, которые невозможно описать словами. Но в том числе несколько космических кораблей и тому подобное, например, летающий город. Хорошо, так вот почему этот белый мастер, белобрысый медведь, который все еще был членом того летающего совета, должен был приземлиться вот здесь. Он показал нам, где они оставили следы за этим домом и все такое прочее. Так что до сих пор есть и другие люди, которые, я убежден, пользуются признанием во всем мире и могут выступать в качестве послов среди звездных людей. В противном случае они используют телепатический ченнелинг. Потому что как коллектив, как единый коллектив, наша цивилизация переживает ужасный критический упадок. Мы можем сказать, что это не так, что она не является устойчивой. Это не продлится очень долго, и это стоит того, чтобы сделать. К тому же мы постоянно слышим о новой войне, о том, что на столе переговоров стоит ядерное оружие, и обо всех подобных вещах. Ситуация с экологическим кризисом, истощением биологического разнообразия выглядит не очень хорошо. Мы можем предположить, что такой образ жизни, как я уже говорил во многих пророчествах, так или иначе закончится, возможно, катастрофой, а может быть и насильственным путем. Это часть нашего собственного ответного действия природы. Так вот, почему они не могут прийти сюда прямо сейчас и поговорить с нашими лидерами, потому что мне не нравится говорить, что наши лидеры те лидеры, которые вводят человечество в заблуждение, которые на самом деле обладают всей властью и ресурсами, действительно имеют свою собственную секретную космическую программу для ведения своих звездных войн. Так что они не могут подойти и посидеть с нами, и я предлагаю им выкурить трубку мира или что-то в этом роде, им придется подождать, пока не найдется безопасное место для посадки. У нас достаточно людей, готовых поприветствовать их. Так что нас выгнали из клуба до тех пор, пока мы не возьмем себя в руки. И я действительно так думаю, я собираюсь начать называть их обманщиками, а не лидерами. Да, именно так и есть. Вы упомянули, что даже против снежного человека ведется тайная кампания геноцида. Так что они тоже участвуют в этой игре и в этой войне. А на что это похоже для них самих? И соотносится ли это с трансгуманистической повесткой дня, которую мы видим сейчас? Это очень похоже на правду. Я опубликовал также энциклопедию исследований снежного человека для человечества, в которой рассказывается о снежном человеке, волосатом гуманоиде из дикой природы. Это документально подтвержденное исследование, проведенное за все пять тысяч лет существования документации о снежном человеке. С незапамятных времен известно множество случаев, когда волосатых гуманоидов выслеживали, иногда убивали, захватывали в плен, выставляли в цирке и все такое прочее. Существует множество, очень много свидетельств того, что с тех пор подобные ситуации происходили на пяти континентах. Сокрытие информации началось примерно в конце восемнадцатого века. Вплоть до тех пор, даже когда британская географическая служба обнаружила следы снежного человека и все такое прочее. У них была вполне обоснованная тема для исследований до такой степени, что все крупные державы организовали секретные экспедиции для охоты на ети, снежного человека и других подобных существ, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Россию, Китай, Японию, Францию и другие страны, которые выдвинули несколько обоснованных, хорошо обоснованных снаряженные, вооруженные экспедиции для охоты на волосатых гуманоидов. И началось это по крайней мере до пятидесятых годов прошлого века. В пятидесятые годы это была постоянная практика. Многие из этих экспедиций задокументированы документально, но при этом всегда приходится что-то скрывать. Вот, к примеру, печально известная памятка о ети от посольства США в Непале, в которой даются рекомендации для охотников на ети. Если они найдут какую-нибудь фотографию, какое-нибудь простое тело, какие-либо улики, они должны будут сохранить это в секрете и передать все доказательства правительству. Это официальный документ США. И мы узнаем, что впоследствии в шестидесятые и семидесятые годы эти экспедиции все еще продолжались повсюду. В 1963 году в Риме существовало международное сообщество по исследованию гуманоидов Гарри Поттера, в состав которого входили представители всех упомянутых мной стран, в том числе из ЦРУ, МИ-5, КГБ и так далее. Это были те самые учреждения, агентства, которые занимались охотой за Эдом и со сквашем, и они пытаются сказать нам, что так ничего и не нашли. Потому что именно тогда и началось сокрытие информации. Они начали прятать все, что им удавалось найти. Это очень интересно. Мне просто интересно, как это работает, потому что мне кажется, что у них очень развита интуиция, телепатия, поэтому они знают о намерениях того, кто к ним приближается. Например, если вы выйдете на улицу с пистолетом, то совершенно очевидно, что они не собираются показываться на глаза. Так как же они вообще смогут их захватить, если они многомерны? Как же они смогут их захватить? Именно их? Они не являются неуязвимыми. Они не бессмертны. И есть сообщения о том, что в них стреляют, и они кажутся равнодушными. Но это не значит, что они этого не чувствуют. Кроме того, часто в плен попадают, как правило, молодые люди или женщины. Чаще всего в отчетах мы находим сообщения о том, что в конце концов они достигают среднего возраста. Таким образом, существуют определенные ситуации, в которых они могут быть уязвимы, например, если они спят, если они застигнуты врасплох в засаде. Или если они недостаточно искусны, чтобы телепортироваться или стать невидимыми. В настоящее время мы все больше и больше пользуемся современными технологиями, такими как инфракрасное излучение, гугл и все такое прочее. Таким образом, с течением времени на протяжении всей истории, мы слышим также сообщения о том, что снежный человек или снежный человек нападают на людей. Так вот, я бы предположил, что они точно такие же люди, как и все хорошие и плохие, не так ли? Так что же это могут быть группы изгоев, которые дезертировали, или что-то в этом роде, чем можно объяснить эти нападения? Потому что, по-видимому, они очень доброжелательны, они здесь для того, чтобы помочь нам, но некоторые люди их боятся. Может быть, вы могли бы помочь нам понять, что там происходит? Да, я написал несколько глав о нападениях, похищениях и других подобных аспектах. Это становится очевидным, если мы рассмотрим один, может быть, самый известный случай с народным монстром, боги Крипалсом. По мотивам этой истории были сняты фильмы и книги, а также организован фестиваль ярмарки монстров. Это уникальный случай, который произошел несколько дней назад, в 1970 году, или что-то в этом роде. Одна семья увидела, как снежный человек положил свою ручку в дом и начал стрелять в него. А потом снежный человек повалил парня на землю, и у парня появилась пара синяков и царапин. И это стало похоже на большую историю о чудовище. Если мы посмотрим на это глубже, то в данном случае обнаружим, что в одном и том же районе, боги Крик, за одно столетие поступило более 250 сообщений. Это означает, что наблюдалось гораздо больше подобных случаев. А еще был один случай, когда снежный человек разозлился и повалил парня на землю, потому что они стреляли в него. Так что если мы рассмотрим все эти многочисленные истории о нападениях, то обнаружим, что это действительно так. Во-первых, это ничтожное меньшинство случаев столкновений. Это очень исключительный случай, и обычно за ними охотятся вооруженные группы, охотничьи отряды или политики. Так что они будут защищаться сами. Это делается в целях самообороны. Да. Они ведут себя мирно до тех пор, пока их не спровоцируют. Вы правы. Они не собираются нападать на людей без всякой причины. Вот и все. Именно так и есть. Этого не может быть на самом деле. Да, именно так. Вы правы. И они часто сообщали о том, что мы бросаем камни или бревна. Но если вы посмотрите на все эти случаи, то увидите, что они проходят через них рядом с человеком, чтобы отпугнуть его, а не причинить ему боль. Они могут убить его одним выстрелом, и это просто отпугнет злоумышленников. Да, это действительно так. И мне всегда было интересно, почему вы всегда видите, как рядом с ними падают бревна или камни. В этом есть полный смысл. И иногда дело не в том, что этот человек находится там для того, чтобы угрожать им, а в том, что он просто не хочет, чтобы они находились на его территории. Это же их дом, как бы там ни было. Вот почему, если вы собираетесь куда-то пойти, я всегда верю в то, что если вы можете каким-то образом связаться, попросите разрешения или, по крайней мере, поблагодарите их за то, что они позволили вам находиться на их земле. Просто проявите к ним хоть какое-то уважение и окажите им честь. И в любом случае, я думаю, что это имеет большое значение. Итак, что же касается посланий человечеству, не так ли? Есть ли что-нибудь такое, что касается нашего нынешнего времени или нашего будущего? О чем у вас еще не было возможности рассказать? Чем бы вы хотели поделиться прямо сейчас? То, чем они попросили меня поделиться в этих книгах, по-прежнему в значительной степени актуально, и я бы сказал, что на некоторых уровнях, возможно, даже все больше и больше. Во-первых, есть некоторые вещи, которые они пытаются напомнить нам о нашей многомерной природе, а это значит, что у нас есть душа с духом. На самом деле, это не так. Мы бессмертны. Мы не ограничены этой физической оболочкой. К тому же все мы взаимосвязаны друг с другом. Поэтому нам необходимо развивать в себе эмпатию, которая является нашим естественным состоянием общения со всей нашей жизнью. Таким образом, мы сможем восстановить связь с нашей древней мудростью, которая была широко утрачена. Она никуда не исчезла, она просто была забыта. И мы можем сказать, что это мудрость и истина. Наша вечная жизнь существует везде и всегда, и она не зависит от тех, кто ее несет. Доступ к ней может получить каждый желающий. Так что в некотором роде это и есть одна из главных вещей. Помимо прочего, есть предостережение, а именно относительно геоинженерии, например, или трансгуманистической повестки дня. Потому что это великий поворотный момент в нашей эволюции как вида и как коллектива для нашего коллективного сознания. Потому что если мы становимся частями нашего тела или нашей ДНК, то наша ДНК претерпевает изменения. Все мы не совсем такие люди, какими должны были быть при сотворении. К тому же, нами также легче управлять с помощью искусственного интеллекта или чего-то еще с помощью магнитных волн. А также если мы будем такими же, как мы сами по себе, какими и должны были быть. Вы правы. Наши естественные тела. Это более совершенная технология, чем все это. Это намного более совершенная технология, чем все это. Нам просто нужно научиться пользоваться этим и как это использовать. Так что, как вы только что сказали, у вас все получилось. Все дело в контроле, потому что как только они начнут внедрять в нас эту искусственную технологию в виде трансгуманизма, тогда они смогут ее контролировать. Именно в этом все и заключается. Вот в этом-то все и дело. Каждая реализуемая программа действий, каждая гнусная программа действий, реализуемая на планете, направлена исключительно на контроль. А затем вы должны спросить себя, кто стоит за этим контролем? Какие группы находятся на вершине этой пирамиды контролей, и кто именно стоит за этой повесткой дня? И вот мы с вами поговорим об этом. Люди говорят о Кабали или Иллюминатах, а потом говорят, это что-то вроде человеческой пирамиды, но над ними есть отрицательные инопланетяне. Они не являются вершиной пирамиды, они сами контролируют себя. И именно это люди должны понять. А потом вы, люди, говорите о рептилиях-драконах и других подобных негативных инопланетянах, которые как бы манипулируют вещами за кулисами. Так что я думаю, что многие из нашей доброжелательной семьи и друзей звезд ЭТЭ помогают бороться с войной, в которой мы на самом деле не можем сражаться. Хотели бы избавиться от этих негативных влияний, чтобы мы могли навести порядок в нашем собственном беспорядке. И чтобы мы могли развиваться беспрепятственно и без ограничений как будто мы были вместе уже долгое время. Хорошо сказано. И я думаю, что снежный человек, вероятно, помогает нам, я уверен, по-своему, но они еще не могут полностью выйти наружу, потому что это небезопасно для них. Они должны защищать себя сами. У нас есть индивидуальный, индивидуальный контакт. Именно так и должно было произойти. И еще потому, что мне интересно другое. Далеко не все верят в эту чушь. А если бы вы обратились в телеканал Fox News и поделились этой информацией, над вами могли бы посмеяться, высмеять. И вам нужно найти безопасное место, где вы могли бы поделиться этой информацией, чтобы люди воспринимали вас всерьез, потому что коллективное сознание еще не совсем сформировалось. Так что это будет происходить волнообразно. Я думаю, что с течением времени эти волны будут увеличиваться в геометрической прогрессии, пока, в конце концов, через несколько поколений, мы просто не узнаем об этом. И не будем существовать вместе с ними. Но речь идет о том, чтобы найти это безопасное место. Я думаю, что для Кабал-клана или кого бы вы там не имели в виду, Аарон, будет интересно узнать, что снежный человек, как мне кажется, называл их низшими лордами. Это правильно? Да. Низшие лорды? Это довольно недвусмысленно сказано. Да, это очень точный термин. Мне это нравится. Это очень точное описание ситуации. А также проявление нецивилизованности. Это тоже нецивилизованность, и это тоже так. Да, очень точно сказано. Но они говорят о том, что называют их низшими лордами. Они говорят об одной из главных причин, по которой им приходится скрываться, заключается в том, что низшие лорды охотятся за ними и пытаются уничтожить. И еще об одном. Именно это он только что и объяснил, да. Потому что они знают об этом, потому что, очевидно, мы называем их кабалой, или иллюминатами, или другими-другими терминами, но они знают об этих существах. Очевидно, что они знают об их способностях. Они знают, что клика боится именно их, я думаю, что они боятся нас из-за нашей врожденной, но вы знаете силы, которую мы как только используем, игра окончена. Но ведь снежный человек уже подключился к этому каналу связи, так что получается так, что им, скорее всего, придется еще больше нападать на них и держать их в укрытии. А еще потому, что как только они смогут полностью соединиться с человечеством, на мой взгляд, игра определенно будет окончена. Вот и все. Но я действительно думаю, что этот день наступит очень скоро. Я так думаю. Я думаю, что темнота уже сгущается. Я думаю, что частота звонков растет. Они не относятся к той частоте, которая специфична для того места, куда мы направляемся. Так что им нравится то, где мы находимся прямо сейчас, похоже, они знают, что должны заблокировать все прямо сейчас, иначе им конец. Так что им как бы хочется выбросить все это из головы. Они как бы находятся на последнем издыхании. Они находятся в состоянии отчаяния, потому что знают, что находятся на тонущем корабле, если только они не смогут полностью внедрить свою систему контроля. И именно поэтому прямо сейчас на планете происходит так много безумия. Но я действительно думаю, что так оно и есть, я в это не верю. Мы не находимся на... Я не верю, что у нас негативная временная шкала, и я знаю, что это не значит просто сидеть сложа руки и ничего не делать. Я хочу сказать совсем не это. Но я хочу сказать, что надежда еще есть. И я хочу сказать, что люди начинают просыпаться. Планета движется в позитивном направлении. Прямо сейчас здесь просто царит настоящий хаос, и происходит детоксикация организма. Так оно и есть. Извините меня, не упоминали ли они вам что-нибудь о том, что произошел раскол? По сути дела, мы слышим об этом расколе сознания, не так ли? Речь идет о более низкой плотности и более высокой плотности. Не могли бы вы объяснить, что у них общего? Да, совершенно верно. Потому что существует также духовное пробуждение и эволюция, которые продолжаются несмотря на все препятствия, ваше положение и силы, которые пытаются отвлечь его или остановить. Все это происходит потому, что так устроены художники, и именно поэтому мы находимся здесь на протяжении миллионов лет в этом путешествии. Таким образом происходит еще и раскол, потому что не только это является частью многих древних пророчеств, например, потому что путь, по которому мы идем, это то, где мы закончим. Он приведет нас к тому, где мы закончим. Так что если мы встанем на путь разрушения, то к чему же мы в конечном итоге придем, если встанем на путь, скажем так, к гармонии или к чему-то еще? К просветлению? Да, именно так. Именно к этому мы в конце концов и придем. И кроме того, все это зависит от индивидуального выбора. От ежедневного индивидуального выбора. Хотим ли мы совместно создавать мир разрушения, войны и страха, или слово мира, гармонии и просвещения? Вы совершенно правы. Да, именно так. Именно так. Я согласен с вами, что так оно и есть. Прямо сейчас у нас есть выбор, и перед всеми нами стоит выбор. И выбор в пользу того, чтобы освободиться и раскрепоститься. Это трудный путь прямо сейчас, потому что они создали систему и матрицу таким образом, чтобы облегчить вам эту задачу. И они поддерживают вас. А поскольку это вроде как очень просто, то невежество — это один из видов образа жизни. А самый трудный путь — это путь самопознания, когда нужно стоять на своем и идти против толпы, плыть против течения. Но все же... Вы правы. Давайте поговорим о снежном человеке немного подробнее. Итак, ваша первая встреча с ним произошла в 1981 году. Если я не ошибаюсь, вам было 17 лет. Не могли бы вы просто объяснить нам, как это выглядело для вас? Вы просто гуляли по лесу и наткнулись на одного из них. А на что это было похоже? Меня часто спрашивают об этой первой истории, которую я рассказывал несколько раз. Мне было 17 лет, нам было 10 лет, и мы отправились в лагерь на берегу реки Фрейзер, в лесу, рядом с индейским заповедником Чехалис, с языка которого происходит название «Снежный человек». В то время я и понятия не имел об этом. Мне потребовалось много лет, чтобы понять, когда мне нужно было занять какое-то место ночью. Когда была середина ночи, лил проливной дождь, кромешная тьма, черная ночь. Мы услышали тяжелые шаги в кустах, и наш пост, на котором мы стояли, был разрушен. Наша крыша рухнула нам на лица. Мы пытались выяснить, что же произошло. Совсем рядом разбил лагерь еще один парень, и ему нельзя впадать в панику. И он сказал, «Я только что сказал, что вы мне не поверите, но я только что видел, как большое волосатое чудовище свернуло лагерь и исчезло, как призрак». И тогда мы не имели ни малейшего представления о том, что происходит. В то время мы даже не связывали эту историю с снежным человеком. Мы никак не могли в этом разобраться. И мы подумали, что может быть он видел что-то во сне. Тогда мы еще не могли понять, что ему было 17 лет. Но это подтолкнуло меня к семантическим поискам. На той же неделе я выполнил свой первый тест на видение. Я встретил своего духовного наставника, и это привело меня к нескольким старейшинам и знахарям, которые научили меня многим вещам о духовном мире, об измерении. И мы также можем назвать это квантовой физикой. Речь идет об одном квантовом резонансе, потому что в основном это доказано наукой. Мы до сих пор не понимаем, но для проявления существования необходимо сознание. Все это представляет собой волны возможностей до тех пор, пока они не схлопнутся, не будут замечены и не станут проявленной реальностью. Так что, по сути дела, вся Вселенная устроена именно так. Нам просто нужно практиковаться. Но мы же не можем этого сделать. Некоторые древние мудрецы, такие как шаманизм, воспользовались этими знаниями, и они помогают нам приобретать различные практики, чтобы применить эти знания о нас, чтобы изменить судьбу или повлиять на события, людей или жизни. Таким образом, мне потребовалось 33 года, чтобы пройти эту подготовку, а также время от времени встречаться с снежным человеком и звездными людьми без космического корабля. Прежде чем я, наконец, был готов и достаточно хорошо подготовлен, чтобы иметь дело с паранормальными явлениями. И вот снежный человек приходил и звал меня, приходил и ходил по моей крыше вокруг моего дома, и все такое, пока я не сказал. Хорошо, я хочу знать, кто эти люди. Я вышел на улицу, и они сразу же начали учить меня, и у них установилась эта тесная связь, которая всегда может проявиться в любом месте и в любое время, потому что сознание – это не локальное явление. Сознание может путешествовать как в пространстве, так и во времени. Если сознание является первым условием существования, то и все остальное тоже может путешествовать, как и наши тела. Итак, в двух словах, вот примерно так и проходил этот процесс, это связь на протяжении многих лет подготовки, а затем установление связи и практики с ними. И вы специально упомянули одного старейшину, который начал общаться с вами. Было ли это для вас мотивацией? Не благодаря ли ему возникла идея создания книги? Да, это было моим главным путеводителем, потому что, знаете ли, как и у любого другого народа или племени. Если мы обратимся, например, к коренным племенам коренных народов по всему миру, мы узнаем этих существ. Некоторые из них очень хороши, некоторые включают их в свои церемонии. Но большинство членов племени будут держаться от них подальше. Так что там будет написано, не беспокойте их, но они живут вон там. В основном это невинные люди, шаманы, одаренные провидцы, которые выступают в качестве послов между ними и людьми, а также со звездными существами. Мы все одна и та же космическая семья, и приседания наши самые близкие родственники в этой семье, но не единственные. Так вот, старейшина Камю таковым и является. Он был не единственным снежным человеком, с которым я общался или встречался с ним, даже физически. Но ему было поручено в качестве старейшины прийти и научить меня, и это как бы открыло путь для распространения этой информации. А еще это была целая серия подобных чудес, магии и паранормальных явлений, которые привели к появлению этой серии книг. Итак, Камю-старший, это то, что вы сказали? Был бы он членом этой звезды, этого совета? Выиграл ли он от этого совета? Да. Итак, чем же он поделился с вами в том, что касается, я имею в виду, основ их медицины, как вы упомянули о знахарях и знахарках, об их целебных способностях и тому подобном? А вас когда-нибудь учили этому? Эта наука безгранична, она охватывает все области знаний, к которым можно обратиться. Во-первых, главное помнить о том, что мы являемся духовной сущностью, а также о том, что эта сила существует, и все мы создаем свою собственную временную шкалу. Вот почему у человечества будет две временные линии, которые будут постепенно расходиться, пока не возникнут две разные реальности. Это один из способов упростить ситуацию. Но мы сами выбираем ту роль, которую хотим. Но это одно и то же происходит каждый день, каждое наше действие основано на намерении, силе внимания, мы можем изменить мир просто с помощью наших мыслей. Если они хорошо сфокусированы и мысли проявляются в словах, которые приводят к действиям и приносят результаты. Вот и это то же самое. Мне кажется, я спрашивал более конкретно о целебных способностях и способах их применения. Показывали ли вам природные средства и вещи, которые вы можете сделать для себя сами, и которые не имеют ничего общего с крупной фармацевтической промышленностью или современной медициной? Да, лично я изучаю, использую и практикую лекарственные растения уже около четырех десятилетий. И поэтому они помогли довольно многим людям, но только для того, чтобы узнать об этом побольше, собрать немного информации, записать соло и все такое прочее. Натуральная медицина всегда будет самой лучшей, самой надежной, о какой мы только можем думать. И с другой стороны, она выходит на новый уровень, когда наша собственная энергия может стать целителем. Мы можем исцелять людей без какой-либо внешней поддержки. Начиная с нас самих, мы можем заниматься самоисцелением. Существуют техники, которые практикуются сознательно и в значительной степени пропускают универсальную чистую энергию, распространенные растения вдоль нашего тела. Все различные болезни или блокировки, которые у нас могут быть, или боли, И к тому же это настоящая медитация. Она действительно эффективна. Я мог бы порекомендовать вам эту практику, которая отнимает у нас большую часть времени, если вы достаточно хорошо сосредоточитесь. Потому что в 95% случаев болезни возникают по психической причине. Таким же образом мы можем использовать наши руки. Например, некоторые люди наделены этим даром, чтобы исцелять других людей. Знаете ли, например, чтобы заставить эту плохую энергию покинуть тело и душу? Вы совершенно правы. Да, именно так. И все это восходит к намерению, как вы сказали, к мыслям, которые создают реальность. Я думаю, что это очень красиво. Итак, насколько вы понимаете, сколько существует различных видов снежного человека? Я имею в виду, что мне уже доводилось это видеть. Я слышал об этом много раз. Я ни разу не видел сообщения о стадах очень маленьких особей. Не будет ли это проявлением малолетства? А не может ли это быть раса, которая просто не достигает такого высокого роста? Речь идет о гигантских существах ростом 1015 футов и в среднем 6 футах. Все ли они разные или просто разного возраста? А на что это похоже? У нас определенно разная генетика. Исходя из моего собственного опыта пребывания в Австралии, я несколько раз встречал маленьких особей роста мне более 3-4 футов. И они могут быть похожи на пожилых людей, но именно такими большими они становятся по мере того, как растут. Эти маленькие особи известны в основном в южной части Тихого океана, а также на Филиппинах, в Новой Зеландии и Шри-Ланке. Они довольно часто встречаются в Индонезии. Есть и более крупные особи. У них есть и другие характерные черты, например, я видел тех, кого в Южной Австралии называют дулия. У них противоположный язык. У большинства здешних снежных людей ноги такие же, как у нас, но они, по-видимому, тоже противоположны едь. Я, например, ни разу не видел снежного человека. Так что существуют разные линии и, вероятно, подвиды, а также разные гибриды, потому что они также интегрированы с различными зловещими существами. И кто знает, сколько раз в это вмешивались звездные существа. А как долго они живут в среднем? Это, вероятно, также связано с очень линейным генотипом отдельных особей, потому что некоторые особи, как и любой другой биологический вид, включая человека, могут достичь бессмертия. Они могут достичь определенного уровня, на котором они не смогут перенести свои тела в другое измерение. Но доживут ли они, возможно, до тысячелетнего возраста? Примерно до такого возраста? Я думаю, что да. Я в это верю. По крайней мере, с теми из них, с кем я знаком с Тихоокеанского Северо-Запада, я встречался чаще. У меня больше контактов с этими кланами. Я встречался с разными кланами, живущими на Дальнем Востоке. Среди них есть такие, кто выглядит почти как человек-собака. Это совсем не так, это опять же другая тема, потому что существует множество классов людей-собак. Так вот, именно с этой точки зрения все обстоит именно так. Но здесь все по-другому, если вы встретитесь с ними, вы почувствуете, что у них есть своя собственная энергия. Может быть, свои собственные культурные особенности или коллективное сознание. Все они в чем-то похожи друг на друга. У них есть кое-что общее. Таким образом, район острова Ванкувер, британская Колумбия, штат Вашингтон, является, я полагаю, основной горячей точкой, как вы могли бы сказать. Наблюдения за птицами наблюдаются повсюду, но почему они это делают? Не так ли? Имеет ли это какое-то отношение к тамошней дикой природе и просто к природе Земли? Не поэтому ли они решили поселиться именно там? Или же есть какая-то другая энергетическая причина? На это, вероятно, есть несколько причин. Одна из них заключается в том, что северо-запад Тихого океана по-прежнему остается самой большой дикой местностью на континенте. Если мы отправимся, скажем, с Орегона или Вашингтона на Аляску, то она будет самой маленькой. А может быть, на крайнем севере самая низкая плотность населения, и в этих горах очень трудно передвигаться. Здесь и должна быть дикая местность. Там никогда не будет больших городов. Также там есть огромная сеть пещер, и есть много историй об Ирландии, которая называется островом пещер, и о северном Вашингтоне, расположенном в Колвилле, на юге Британской Колумбии. Существует несколько историй о кланах снежных людей, живущих там в пещерах, в глубоких подземных пещерах, где они скрыты от посторонних глаз. Вы правы. Вы правы. Это очень интересно. Это штука с сетью пещер. Я имею в виду, что даже здесь, в штате Миссури, существует обширная сеть пещер, о которой большинство людей не подозревают. И еще, я думаю, можно сказать, что здесь, в штате Миссури, тоже много чего можно увидеть, но на самом деле это происходит повсюду. И вот еще что. У меня есть к вам вопрос. Ну и что с того? Так что, очевидно, их там очень много. Если вы хотите установить с ними контакт, вы должны быть в нужном состоянии. Вы должны быть в таком состоянии, приходите с любовью, а не потому, что они могут почувствовать ваше намерение за милю. И они нужны вам, если вы собираетесь либо поохотиться на них, очевидно, либо просто снять видео, чтобы показать его всему миру, чтобы доказать, что они существуют. Или если вы хотите разбогатеть за счет своего эго, или чего-то еще они, собираются послать сообщения. Они знают, что им известны ваши намерения, и вы либо вообще их не увидите. Либо они отпугнут вас, либо что-то пойдет не так, и они собираются. Они собираются помешать вам, вы знаете, они собираются, очевидно, что они защищают себя сами. Но, как правило, вы просто, скорее всего, вообще их не увидите, если у вас неправильные намерения. И именно поэтому вы знаете, вы слышите истории об этих людях вроде «О, я думаю, что их не существует, потому что я искал...» Я, знаете ли, обошел все места в поисках их и никогда не видел. Я ничего не видел и не слышал. И это звучит примерно так, что же вы намеревались там найти. Ну вот и все. Это не те люди, которые не мыслят подобным образом. Как будто они не понимают, кто эти существа и насколько они продвинуты. Они не просто такие большие-пребольшие обезьяны. Это совсем не то, чем они являются на самом деле. А в книге даже говорится, что они даже не имеют никакого отношения к обезьянам. Это совершенно неверное представление. Они говорят, что на самом деле мы в большей степени родственны обезьянам, чем они сами. Они говорят так, если бы кто-нибудь из этих восьми человек был на месте нас, то это действительно были бы люди. Они говорят, что они намного древнее современных людей. Так оно и было на самом деле. Они в некотором роде похожи на нашего старшего брата, если можно так выразиться. Но да, так что если вы хотите установить с ними контакт, вы должны быть в правильном состоянии, приходить с любовью и чистыми намерениями. А затем, вы знаете, может быть последовательно и в конце концов, когда они почувствуют это или решат, что хотят установить с вами контакт, они это сделают. Не так ли? Да, становится все больше и больше людей, у которых есть контакты, и они доказали свою эффективность. Хорошо зарекомендовавший себя лучший, если не единственный успешный подход, как вы описываете, заключается в том, что вы идете туда с хорошим вниманием, без каких-либо скрытых мотивов, без каких-либо намерений. Вы же не хотите навязывать им себя. Вы же не хотите пытаться обмануть их, заманить в ловушку или что-то в этом роде. Потому что это лучший выход из положения, о котором вы никогда не слышали, если будете придерживаться такого подхода. Но на сегодняшний день я оказал помощь более чем сто людям в установлении их первого контакта. И вот с этого все и начинается. Вы должны знать, как к ним подступиться. У вас должны быть правильные намерения, а это означает уважение. Это означает миролюбие, любовь, смирение. Вот и все. И я попытался расспросить некоторых из них об этом. Вам придется об этом пожалеть. Вот и все. А это значит, что если вы расскажете об этом, они почувствуют вас еще до того, как вы окажетесь рядом. И они скажут, может быть этому парню мы могли бы сегодня посигналить, или поставить небольшую галочку, или подать небольшой знак, чтобы посмотреть, как они отреагируют. Потому что это долгий процесс, и спешить некуда. Им вовсе не обязательно расхаживать перед нашей камерой, пока мы будем там ждать. Именно так они и будут развивать свой дар, дарить подарки. Мне не нравится употреблять слово привыкание, потому что это не животное. Это больше похоже на то, что мы обращаемся к другую мудрому человеку, которого уважаем. Поэтому мы не хотим заставлять их делать то, что нам нравится. Если им нужен подарок, они его принимают. Если же им это не нужно, они оставляют его у себя. Если они хотят подарить нам что-то взамен, они это делают. Но благодаря всем этим шагам именно так мы учимся узнавать их, а не пытаться подогнать под наш шаблон, или тот или иной научный таксон, или я добрался до Питека или Неандертальца. И ни до того, ни до другого. Так что давайте учиться у них на собственном опыте. Это самый лучший выход из положения. К настоящему времени я познакомился с более чем 500 людьми, у которых были контакты, и более чем с 300 я поделился их опытом на своем веб-сайте «Живописный снежный человек». Таким образом, я чувствую и вижу с помощью документации, что создаются все больше и больше контекста не только для снежного человека, но и для звездных людей. Потому что мы очень в этом нуждаемся. Пожалуйста, помогите нам. И еще вы поделились историей о том, что я этого не делал, я забыл, куда вы ходили. Вы пробыли там 8 дней, и только на 8 день вы решили провести церемонию, сделать подношение, и именно тогда они наконец проявили себя. Может быть, вы могли бы рассказать эту историю, но я думаю, что это хорошая история, или отличный пример того, сколько времени и усилий вам придется вложить в нее. Вы же не собираетесь просто пойти в горячую точку и в течение двух часов ходить вокруг с таким видом, как будто здесь ничего нет, и уйти. Вы потратили на это уйму времени, а потом в конце этого времени у вас будет свой опыт. Не могли бы вы объяснить это, пожалуйста? Да, это была моя первая встреча, заключительная встреча с Камил. Я бы сказал беседа, потому что мы уже встречались раньше. Именно тогда я проводил этот поиск ведения на острове Ванкувер у озера Кеннеди, специально для того, чтобы встретиться с ними. И я задался вопросом, с какой именно целью это было сделано. И на первый день я увидел следы ног, но я услышал звук мрамора в лесу и почувствовал их энергию, но я продолжал оглядываться по сторонам, как турист. Как вежливый парень, пытающийся что-то разглядеть с помощью своей камеры. В течение первой недели я почти ничего не видел, а потом я уехал оттуда. Я просто находился на природе вместе с этим животным. Я видел там пуму и волков. Просто находясь в мире с этими родственниками, я также показываю им, что этот парень хорошо себя чувствует на природе. Он часть нас самих. А если нет, то они просто сходят с ума от того, что стреляют во все подряд. Так вот, после этого я провел церемонию награждения. Вам придется попрактиковаться в этих способах с помощью простого синдрома песнопения, туземного мазка-флейта. И именно в ту ночь он и пришел сюда. И он определенно дал о себе знать задолго до того, как начал стучать по деревьям, двум деревьям, которые ломаются, сотрясая и ломая тяжелые деревья. И я услышал его шаги, и он сел прямо за моей палаткой. И вот тогда-то должен сказать, я и оказался там, потому что был свободен. Я еще не был свободен, я еще не знал, чего от них ожидать и кем они были на самом деле. Я просто знал, что они все время встают у меня на пути. На это должна была быть какая-то причина. Вот тогда-то мы и познакомились друг с другом поближе. Нам удалось пообщаться. И как было показано, они были мудрыми, миролюбивыми существами, хранителями природы. И они пытаются помочь нам и направить нас обратно к тому, чтобы мы тоже стали хранителями этой планеты. Так вот, он появился в физическом облике. Итак, какого же роста он был в то время? Ему было 70-70 лет. И так далее. Мы уже видели их раньше, в 2003 году, вместе с другим другом, в том же районе земного шара, рядом с ними на дороге. Помогите мне понять, как выглядит их лицо. А разве оно всегда изображается именно так? Неужели это больше похоже на человеческое лицо без волос, а затем на волосы повсюду вокруг? А на что это похоже? Во-первых, каждый человек отличается от других так же сильно, как и мы сами. Так что действительно трудно сказать, как выглядит человеческое лицо. Вы совершенно правы. Но есть один художник, который нарисовал портрет верблюда по моим указаниям, к которому я еще не обращался. Это очень похоже на фотографию, но это не фотография. И я также очень часто замечал, что их лицо — это последняя часть их самих, которую они ясно раскроют, они ясно покажут вам. Потому что они должны привыкнуть к своему присутствию как бы в первом, просто чувствуя, что их психическая энергия действительно интенсивна. Когда вы смотрите прямо в лицо, очень часто, в моем случае, как и в случае со многими другими людьми, переживающими опыт, они могут сначала связаться с вами во сне или медитации, и показать вам образы и телепатию, к которым вы, увы, привыкаете, и вы не сходите с ума сразу же, вы знаете, потому что они могут быть и то впечатляет. Но как же они все-таки выглядят? Как я уже сказал, существует очень много различных типов людей. Вот эти самые. Они очень близки друг к другу. Мы могли бы сказать, что они несут в себе некоторые современные человеческие ДНК, у них есть некоторые современные человеческие черты, но у них есть и что-то еще. Так что вы можете видеть, что там может быть половина или какой-то процент, но в них так много женских черт. Вы правы. И еще кое-что. Да, я думаю, что это так, я имею в виду, да, трудно описать их все в целом. Я думаю, что я просто имел в виду его в частности. Вы были потрясены, увидев, насколько он похож на человека, или это было именно то, что вы себе представляли? Что я могу сказать? У человека есть какие-то очень древние, можно сказать, примитивные черты характера. У него есть борода и волосы. Если не считать волосяного покрова на теле. Мне его подарили, он дал мне фактически два образца своих волос. Один из них представлял собой очень красивые, длинные, наполовину заплетенные в косу пряди, которыми я поделился с более чем дюжиной человек на разных конференциях. Это просто потрясающе. Так что всякий раз, когда вы общаетесь с ними, или, как я предполагаю, направляете их по каналу связи, как бы это ни выглядело, не так ли? Всегда ли это касается только одного человека? Потому что я часто слышал от чоннеллеров, что когда они общаются с высшим разумом, это происходит коллективно. Они обращаются к вам как к единому целому, а не как к отдельному человеку. Вот как это работает? Чаще всего именно так и происходит. Особенно когда речь идет о посланниках коллективных интересов. Здесь может быть и индивидуальная роль, скажем, как у Камю, который является своего рода каналом связи, посланником, но он выступает от имени своего коллективного сознания, и является советником других людей. Так что, по-моему, у каждого человека все по-разному, но когда появляется канал, это все равно, что включить нужную частоту, нужную станцию. А затем начать общение, могу ли я подключиться к нему. Для меня это не так уж часто выражается словами. Это больше похоже на прямую загрузку информации, на компьютерный файл, полный информации, которая поступает ко мне, а затем я ее обрабатываю и декодирую. Иногда приходят и слова, особенно когда я пишу. Вы совершенно правы. А также изображения. Так вот, когда он сел за вашей палаткой, все это происходило при помощи телепатии. Никакой вокализации не было слышно. Люди действительно записывают, как они издают звуки. Но это не похоже ни на что похоже. Это совсем не похоже на разумный язык. Может быть, так оно и есть, мы просто не понимаем этого, но мне кажется, что если они говорят телепатически, им действительно не нужно так сильно использовать свои голосовые связки. Именно так оно и есть. Давайте предположим, что одна из первых вещей, о которых вы мне сказали, это то, что они могут использовать вокал, но если вы можете говорить с помощью липидина, то получите примерно тысячи загрузок информации о целом компьютерном файле. Зачем вам пытаться объяснить это словами? Это гораздо быстрее и эффективнее, чем кажется на первый взгляд. И если, в зависимости от того, насколько хорошо восприимчив собеседник, но если он охотно участвует в разговоре, потренируйтесь. Это будет похоже на подключение другого компьютера к вашему дому. Вы правы. Вы правы. Об этом часто сообщают люди, взаимодействующие с инопланетянами, когда они говорят, что получают телепатическую загрузку, как вы только что сказали, в виде файла, в который просто мгновенно загружается полный объем информации, и они просто знают все, что нужно знать одному из них мгновенно. Вы совершенно правы. Так вот, у снежного человека похоже точно такой же вкус. У него есть такие же способности. Да, на самом деле именно это я испытал, общаясь с существом внутренней Земли. Это было так похоже на то, что невозможно понять, как все это происходит в одно мгновение, когда вы пытаетесь это объяснить. Но все же... Вы правы. Ранее я уже упоминал о полой Луне. А чем же они поделились с вами о нашей Луне? Да, они описали эту Луну. Вот эта Луна, как они говорят, является четвертой Луной, той самой, которую мы видим. А это четвертая Луна? Да, одна естественная Луна, которая обрушилась, и еще пара искусственных Лун. А какие из них существуют прямо сейчас? Но мы их просто не видим. Да, некоторые из них являются единым целым, один из них разрушился, еще один вращается по орбите Солнечной системы. Эту Луну мы видим, и я сам был поражен в качестве одного из примеров информации, которую написал и опубликовал один канал. А впоследствии нашел так много подтверждений из стольких источников, в том числе из научных источников в 50-х годах, ученые, астрономы утверждали, что Луна полая. У него нет нужной массы для такого объема. Он ведет себя совсем не так, как многие говорили о том, что это искусственный спутник Земли. Перед нами всегда одно и то же лицо, обращенное к нам. Он ровно в 400 раз меньше и в 400 раз ближе к Солнцу. Так что он просто идеально освещает его. И есть много-много других свидетельств этого, в том числе множество фотографий сооружений, летающих кораблей. Кроме того, мы находим эту информацию как во многих древних источниках, так и в новых, таких как разоблачители, секретные космические программы и тому подобное. Вот и все. По сути дела, она находится на их собственной базе данных. Да. И они, значит, специально сказали вам, что Луна полая? Да, вот эта Луна была построена именно так. Она покрыта толстым слоем кремнезема и гелия-3, я полагаю, который собирается солнечными лучами на поверхности Луны и который очень часто используется в качестве ядерного топлива. Вы совершенно правы. Да, по-моему, в связи с этим происходит гораздо больше того, что большинство людей пока не готовы услышать. Вы также упомянули Антарктиду, которая, по сути, когда-то была частью Лемурии или Атлантиды. Я действительно не знаю, как это работает, но чем они поделились с вами об Антарктиде? Есть ли там что-нибудь еще, что можно открыть для себя? Во-первых, мы знаем, что она не всегда была покрыта ранним льдом. В те времена так оно и было. Я нашел множество костей динозавров и тропических лесов в Антарктиде, но они также обнаружили множество древних искусственных сооружений, созданных человеком, некоторые из которых, вероятно, старше человека. Вокруг оснований пирамид есть утечки информации, фотографии, отчеты. И это одна из причин, по которой Антарктида единственное место, доступ в которое практически запрещен для широкой публики. Для того, чтобы попасть туда, вам нужны специальные разрешения и разрешения. И к тому же она не принадлежит ни одной стране, потому что в Антарктике обитает кто-то другой, другие и другие формы жизни. Вы совершенно правы. Это не просто какая-то холодная, бесплодная пустошь. Это не просто какая-то холодная, бесплодная пустошь. И это, вероятно, так, я имею в виду, что мы не знаем, что происходит на поверхности, но я бы предположил, что все это находится подо льдом. То, что происходит прямо сейчас, о чем мы слышали от многих разоблачителей. Так что это определенно находит отклик в моей душе. Я совсем забыл, о чем только что собирался рассказать дальше. О, что касается восьмой Земли, то в какой-то момент восьмая Земля была похожа на межгалактический космодром или что-то в этом роде, и я думаю, что снежный человек часто говорил об этом. Но теперь совершенно очевидно, что нас подавили. Знаете ли, вам трудно даже убедить людей в том, что их пространство вообще существует на данный момент. И все же я предполагаю, что Антарктида была бы одним из тех мест, которые все еще могли бы выполнять функции космодрома. В этом есть большой смысл. На самом деле по всей планете каждый день приезжают и уезжают посетители. Ежегодно поступают десятки тысяч сообщений об НЛО, вероятно, в зависимости от страны. Их становится все больше и больше, особенно сейчас, когда у каждого есть фотоаппарат и об этом все больше говорят. Таким образом, все больше людей склонны делиться своим опытом, но при этом появляется все больше и больше контекста. И на то есть веская причина. Это происходит потому, что мы находимся на решающем этапе нашей эволюции, и нам нужно помнить одну из важных вещей, которую мы должны помнить, что мы не одиноки. Мы являемся частью большой семьи, великой цепи жизненных событий. Вы совершенно правы. Так что это возлагает на нас ответственность за эту вселенную. Да, я согласен с вами. И последний вопрос, прежде чем мы подведем итоги. Поделились ли они с вами чем-нибудь о динозаврах? Первые, я могу сказать, первые сообщения я получил в 1983 году в окаменелом лесу Аризоны, куда я постучался и провел там ночь. И это был первый раз, когда со мной разговаривал снежный человек. Я тогда вообще не понимал, что происходит. Я подумал, что это было видение. Но он показал мне что-то вроде трехмерного голографического изображения. На одном из них люди прогуливались вместе с динозаврами. Вот в чем дело, есть одна вещь. С тех пор я точно знал, что снежный человек был там вместе с динозавром. Из того, что я обнаружил впоследствии, совершенно ясно, что среди всех этих так называемых видов динозавров существовали некоторые разумные виды. Существовали некоторые эволюционировавшие виды рептилий, которые могли строить города и демонстрировать свои технологии. И там я нашел археологическое подтверждение этому могу сказать у восточного края Большого каньона, где находятся пирамиды. Они находятся где-то там снаружи. Вам просто нужно идти так, как вы знаете. Там есть пирамиды, а также блоки с окаменелыми ископаемыми, огромные залежи ископаемых динозавров. Но некоторые из них как бы встроены в строительные блоки зданий. Так что, на мой взгляд, об этом стоит задуматься. Но я уверен, исходя из того, что я узнал и увидел в своей жизни, что динозавры были не только большими ящерицами. Там обитало несколько разумных рептилий, и я отдавал им дань уважения. Они даже очень походили на птиц. А как насчет драконов? Попадались ли они когда-нибудь в эту смесь? Они могли бы некоторые из динозавров, которых мы считаем динозаврами, на самом деле быть драконами? И может быть, это объяснило бы появление крыльев? Да, истории о драконах определенно существуют повсюду с незапамятных времен. И они существуют с незапамятных времен. В наши дни их, вероятно, стало меньше, или они живут в подземных пещерах, или время от времени мы слышим о наблюдениях, а также о других существах. Таких, как гигантский морской змей, которого я видел в Британской Колумбии, и других существах, похожих на птеродактилей или тиранодонов. Они заполнены репортажами из 20 штатов и других стран, с которыми мне тоже довелось однажды ознакомиться. А что это за птеродактиль? Да. Они приходят через порталы, вот тут-то все немного усложняется, потому что существуют параллельные измерения и временные рамки. Иногда прошлое и будущее могут соединяться, и некоторые существа появляются из ниоткуда, а затем возвращаются на другой план. Так вот почему возможно, именно поэтому их так трудно найти здесь. Конечно же, мы слышали, как многие люди делились своим опытом и наблюдениями за птеродактилями, идея с порталом вполне логична. Я думаю, что по всей планете существует естественная система порталов, и вероятность снежный человек тоже пользуется ею. Да, именно так. Вы правы. Мы изучали природные порталы, и они, по сути дела, могут быть созданы искусственным путем или даже с помощью сознания. И именно поэтому вы видите, как они появляются и исчезают. Таким образом, по сути дела, человек может достичь того, что он сам может создать портал. Если он достигнет определенного уровня сознания, он может проявить портал и пройти через него, а затем он исчезнет. Да. Мы можем путешествовать по этому пути, так что я собираюсь начать тренироваться прямо сейчас, как только мы повесим трубку. Итак, есть ли у вас еще что-нибудь, чем вы хотели бы поделиться, или что-нибудь, чем вы хотели бы закончить, или какие-нибудь заключительные слова, прежде чем мы закончим этот разговор? Я хотел бы пригласить аудиторию зайти на мой веб-сайт sasquatch.com. Там перечислены семь моих книг, которые до сих пор публикуются по одной в год. Я надеюсь и дальше продолжать в том же духе. А также более 900 постов со ссылками, статьями и видеороликами. Это здорово! И мы поместим эту ссылку ниже. Но только для тех, кто слушает аудиозаписи, не могли бы вы упомянуть об этом веб-сайте еще раз? Компания sasquatch.com, а также компания sasquatch.com, расшифровываются как сеть пост встреч со сквача для Интерскакс. Мы занимаемся коммуникацией. О, отлично! Очень приятно! Это потрясающе! Компания sasquatch.com. Просто великолепно! Большое вам спасибо за то, что присоединились к нам. Мне было очень приятно познакомиться с вами. Я благодарен вам за предоставленную богатую информацию. Я думаю, что то, что вы делаете, это прекрасное дело. Они выбрали подходящего человека, и книги продолжают поступать в продажу. Я определенно собираюсь углубиться в изучение этой информации немного глубже. Она меня бесконечно восхищает. Так что еще раз спасибо вам за все, что вы делаете. И спасибо вам, ребята, за то, что настроились на наш лад. Мы всех вас любим. Если вы чувствуете себя обязанным присоединиться к нам на конференции, билеты все еще доступны. Мы были бы рады видеть вас там. А если вы не сможете приехать, возьмите пропуск на прямую трансляцию. Это будет очень весело и увлекательно. Это уже не за горами, до этого осталось 18 дней. Так что мы с нетерпением ждем встречи со всеми вами там. Всем хорошего вечера. Мы любим вас и желаем спокойной ночи.